здравствуйте друзья здравствуйте дорогие подписчики и гости канала меня зовут Тамара и вы на канале Тамара Савицкая вязание сегодня у меня отчет номер 3 совместном проекте месяц финиша и процессы этот совместный проект организовала Анастасия Рынашко и все данные о ее канале будут внизу в инфобоксе итак друзья у меня сегодня две готовые работы я хочу вам о них немножко рассказать вот видите у меня в кадре мужские носки на 43 размер связанные из пряжи Superwash 100 и состав этой пряжи 75 процентов шерсти 25 процентов акрила вот такие носочки вот и в этих носках я использовала в начале я просто у меня была пряжа полушерстяная я сделала такую как бы начало чисто черные и в конце у меня вот тоже я заканчивала конец носочков вот мысочек заканчивала чисто черные такими вот чисто черной пряжей и хочу добавить об этих носках несколько слов что на моем канале у меня есть мастер-класс как вязать носки на 44 размер в этих носках использован использовано вот мною такое вязание как пятка бумеранг видите как вот она вяжется не так вот квадратно как мы обычно раньше вязали а вот таким вот вариантом вот такая вот пяточка вот связано пяточка бумеранг значит это вот первая мага моя готовая работа вот я вам показываю вторая у меня готовая работа вот вторая готовая работа кстати на это на этот топик замечательный у меня уже вышел на канале экспресс мастер класс о том как я его вязала и поэтому я долго останавливаться на этой работе не буду я значит верху вставлю фотографию модели модель взята вот это из интернета и там будет фотография на основании которой модели я вязала вот этот вот красный ярк топ я его назвала яркое лето и и вот этот топ он связан значит от дизайнера кэри блюмер а вообще полность полное название вот этого топа он называется так кордио танк бог кэри блюмер вот это вот американский дизайнер вот она в свободном доступе кстати есть вот вариант этого топа и вот там я взяла оттуда вот этот топ и по мотивам по мотивам вот этого топа от кэри блюмер я связала свой топ здесь вот очень интересный такой вот линия бретелья мне нравится оригинальная придумала вот такими вот но это две вместе лицевой накид если потом здесь использован метод трех спиц сшивание методом трех спиц она вот с изнанки получается очень аккуратно и красиво вот такой вот вариант и вот это моя вторая работа длина вот этого изделия 60 сантиметров он связан на размер 50-52 и пряжа повторюсь это пряжа yarn arms джинс вот это полу хлопковая пряжа но ее многие я думаю знают это хлопок с акрилом вот такая вот получилась у меня интересная модель и вот такая вот вторая моя работа несмотря на то что я не заявляла а третью работу здесь значит в этом проекте я подумала что я могу и наверное я справлюсь до конца июля сделать еще один топ и вот вы видите в кадре немного начата моя работа это тоже из пряжи yarn orange джинс джинс значит вот этикетка yarn orange джинс color 11 такой светло-зеленый цвет он напоминает как будто бы салатовый или цвет фисташковый можно сказать вот сама пряжа не знаю как на камеру она будет видна но приятный светло-зеленый цвет и вот я начала для себя на 50 размер вязать вот такой вот топ хочу сказать несколько слов вот об этом узоре который здесь используется у меня это узор из вот такой замечательной книги из вот такой замечательной книги 250 японских узоров для вязания на спицах автор хитоми шида ну я думаю эта книга многим знакома мне эта книга конечно же очень нравится я ее очень рада что я ее приобрела кстати приобрела я ее на вальберисе может быть кому-то инфар эта информация будет полезной и там на этом сайте она обошлась мне недорого вот и итак значит я сказала что вижу вот таким узором вот связан мною образец образец связан вот из этой с значит 031 к слову сказать я всегда вижу образцы на свои изделия которые вяжутся мною будь то хлопковое какое-то изделие или же изделия из полу шерсти но я имею ввиду на зиму или на осень и вот второй образец мною связан для того чтобы высчитывать плотность вязания я всегда вижу образцы вот я вам показала собственно вот эти образцы ну и теперь хочу добавить что вот этот топ я вижу будет использована здесь круглая кокетка снизу то есть вот изделие начато снизу снизу дальше будет она по прямой вот она у меня в таком вот варианте сейчас она дальше будет вязаться по прямой по прямой вверх и когда я дойду до линии проймы я надеюсь покажу вам далее как я вязала и я думаю что я сделаю экспресс мастер-класс когда изделие будет готово и хочу сказать что вот в этом узоре для меня привлекательным для того чтобы мне связать вот этот вот именно снизу вариант снизу я думала либо регланом снизу по-разному думала и вот мне нравится вот этот вариант чтобы здесь вот внизу вот у нас вот такая интересная идет дорожка из петель такими вот волнами мне вот этот вариант очень нравится и вот это послужило тем что я все-таки вижу изделие не регланом сверху а вижу снизу и я уже сейчас планирую это будет изделие с круглой кокеткой но круглая кокетка будет вязаться снизу не сверху а снизу вот такое вот изделие по количеству петель сколько я набирала и как как дальше буду я провязывать я об этом расскажу уже когда я буду делать мастер-класс вот ну и конечно же мне это изделие очень нравится и я хотела бы чтобы меня поддержали мои подписчики и надеюсь что это изделие тоже будет кто-то из вас вязать вместе со мной вот и и хочу еще добавить что вот этот совместный проект который организовал анастасия рынашко он длится до конца июля до 31 июля в нем участвует большое количество блогеров и чтобы найти какого нибудь блогера который участвует в этом замечательном совместном проекте вам нужно в поисковике вбить такие слова как сп месяц финише и . процессы и дальше отчет 1 или отчет 2 или отчет 3 и вы конечно же тогда сразу же найдете блогеров которые участвуют в этом замечательном совместном проекте проходите на канал и девочек знакомьтесь и вдохновляйтесь и я уверена что вы найдете много интересных процессов либо уже какие-то законченные процессы потому как уже половина скажем так половина вот этого совместного проекта прошла и тем не менее еще конечно есть время чтобы те кто начал какой-то свой процесс чтобы закончили и я вот надеюсь что вот я вот тоже успею вот таким замечательным узором будет круглая кокетка я надеюсь что я успею тоже завершить и следите за моими продвижениями следите за моими за моим процессом и на этом я с вами буду прощаться до новых встреч мои зрители мои гости кто не подписан на мой канал приглашаю вас подписаться заходите на канал смотрите мои видео возможно вы для себя найдете что-то интересное или полезное ну и на этом с вами попрощаюсь пишите комментарии ставьте лайки всего доброго до новых встреч пока пока